Ребята, мы проделали большую работу и протестировали все направления, положительно сказывающиеся на выживании для Геральта. Мы уже выяснили, что как бы мы ни старались, невозможно повесить хп до такого уровня, чтобы Геральт впитывал в себя колоссальное количество урона и оставался жив. Но при этом важно иметь шанс на выживание, если вдруг по вам нанесли сокрушающий удар. Мы также выяснили, что сопротивление очень важная вещь, даже несмотря на то, что его максимальных значений можно достигать только в определенных топовых, подобранных под противника вещах. И даже тогда у вас не получится достичь полной неуязвимости, ведь разработчики ограничили показатель сопротивления 95% вне зависимости от того, что показывают ваши характеристики. Попутно я выяснил еще несколько интересных вещей, которые самые внимательные из вас могли заметить уже. Знак Квен, который накладывался в последнем видео автоматически, что является фишкой доспеха, был непробиваем для 5-7 ударов мечом. Хотя это самая базовая его форма, без какого бы то ни было усиления. Суть в том, что Квен работает как дополнительное хп. Сила знаков увеличивает его порог, а повышение сопротивления уменьшает входящий урон, соответственно Квен начинает тащить. Если взять мечики на силу знаков, наставить рун на Квен в броню, тем самым усилив силу знаков, и закидаться навыками на силу знаков, то нас даже просто пробивать через Квен перестанут. Но подробнее о Квене в будущих видео. А также идея, которая показала себя несостоятельное видео про хп, имеет место быть в финальном билде. И касается она регенерации хп. У нас есть два отвара, которые умеют регенерировать хп. Тролль, дающий плюс 20 к регену в бою. И Кладбищенская баба, дающая плюс 5 за каждого убитого врага в бою. И еще есть эликсир ласточка, дающий плюс 80 к регену хп, но лишь на время. Проблема в том, что для непосредственного сопротивления нам необходимо два отвара. Плюс два на регенерацию. В итоге интоксикация 95%, и мы не можем пить ни один эликсир. А без ласточки регенерация не очень-то и хороша. Но, зато у нас есть еда, которая при правильном навыке и зачаровании на мече в виде вареников, дает плюс 50 регенерации в бою на длительное время. И тут я вспомнил про еще кое-что. Есть же руны на реген хп, по 3 единицы, на 9 мест для рун, всего 27 хп в секунду. Мне всегда казалось, что эти руны, да и вообще регенерация полная хрень. Но сейчас, один отвар, одно зелье, еда, зачарованный доспех, и у нас реген хп уже приближается к цифре 200 единиц в секунду. А ведь есть еще зачарование для меча спокойствия, которое при полном адреналине восстанавливает хп и снижает интоксикацию за его счет с довольно забавной анимацией. А если кроме этого, еще и использовать эликсир иволга, который позволяет ядам восстанавливать нам хп и бомбу чертов гриб, который этот яд распространяет. В итоге, весь нанесенный урон просто-напросто восстанавливается за счет безумного для такого сопротивления регена хп. Но и даже это еще не все. Помимо врожденного регена, есть отвар Экима, позволяющий поглощать хп врагов в размере 10%. Плюс сеты броня из Тесха Мутны, которую мы получаем по квесту с Детлофом, и ее красный аналог броня из Хэн Гайд из Пещеры Скрытого. Полные доспехи которых дают плюс 6% к поглощению хп. И не забывайте про великую лопату ключника, которая дает нам еще 10% к поглощению хп. Итого 25% нанесенного урона будет поглощаться обратно. Жаль, нельзя зачаровать лопату. Теперь мы точно разобрали все, что хотели, все, что может нам помочь в выживании. И пришло время собрать это воедино. Поехали. Привет, ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Вступление на этот раз получилось очень долгим, но не рассказать о оставшихся составляющих я не мог. И уже предварительно собрал свой билд на сопротивление и готов поделиться им. Напоминаю, что это билд на защиту. То есть сначала мы волнуемся за свое выживание и только потом за урон. Кроме того, от непосредственно самой защиты тут не так уж и много. Поэтому оставшиеся ячейки можно забить как вашей душе угодно. Да и если уж совсем откровенно, то из навыков нам достаточно ровно одного. Приобретенная стойкость. Для того, чтобы выпить отвар из Главоглаза и Грифона. Остальное доделывают наши сеты. От людей, чудовищ или стихий. Грифон в достаточно длительном бою в итоге дает нам 25% сопротивления ко всему. А Главоглаз снижает урон достаточно сильно, чтобы отказаться от мутации и мутации кожи. Добавим к этому еще пару навыков на выживание в виде бессмертия и мощи Квена. И теперь мы втройне защищены. А если котваром добавить и Киму, то и вовсе за полоской хп можно не следить. Ну ладно, я обещал итоговый билд, значит покажу его. К уже перечисленному я добавил навыки на сохранение адреналина и одну ячейку в начале боя. А также 3 навыка на легкие удары, без кровотечения и все 4 навыка на тяжелые удары. Далее идет классическая четверка алхимии на пороге передозировки и интоксикации. А также усиление мутагенов и шанса крита. Добиваем все это навыком на технику школы кота, броню соответственно зачаровываем на легкость, так как это криты и сила легких ударов, остальное в квен. В мечи что угодно, но навык спокойствия очень даже неплохое, хотя и достигается не так часто, так то есть вихрь и разрыв. Мутация и эйфория, а все мутагены красные. Вот и все, никогда бы не подумал, что в билде на защиту сопротивления и танкования будет столько красных навыков. В данном билде я попробовал максимально собрать воедино все, что дает нам хороший показатель выживаемости. Напоминаю про броню, если ваши враги не люди, вам необходим другой сет. Более подробно можно узнать в видео про билд на сопротивление, ссылка в описании. Если вы думаете, что билду не хватает хп, то вам стоит посмотреть вот это видео про билд на хп. Еще есть навык ужас, он дает 25% защиты от чудовищ. Но в сети медведя и отваре грифона защита и так выше лимита, так что объединять их смысла нет. Либо отвар, либо навык. Но хватит слов. Никто не сомневался, что такая сборка покажет себя просто восхитительно. Броня, сопротивление, реген и возврат хп, все это отлично работает. Но это здесь, на новой игре плюс, на сотом уровне, с лучшей броней и лучшим оружием, а также 100% прокачкой. А что если протестировать его немного пониже? Например, в конце обычной игры на 53 уровне, когда навыков много, но недостаточно. Когда броня хорошая, но не вся. Так как это конец основной игры, то все места у меня уже вычищены. А значит, предлагаю проверить билд на призванных с помощью консоли утопсах. Поэтому броню будем собирать против чудовищ. Мне удалось собраться только так. Кираса гроссмейстерского медведя, перчи поножны и боты тез хомутны. Так как мой медведь решил вдруг апнуться до 96 уровня и носить я его тут более не могу. А потому выбрал максимально близкий по защите от чудовищ шмотки. А навыки у меня и так были расставлены максимально отлично. Я добавил только ужас, так как родная защита от монстров меня не совсем устраивала. По отварам аналогично тому, что выше. Катакан, грифон и главоглаз. Давайте вызовем этих утопцев и посмотрим кто кого. Ну а я на самом деле никогда не сомневался, что к концу игры этот билд тоже будет тащить. Но не думал, что настолько. Я даже зашел специально проверить стоит ли автоповышение уровня у врагов и максимальная сложность. Но и это еще не конец. Давайте вернемся в то время, когда еще не было дополнительной мутации. И еще даже до того, как мы отправились за Цири на Остров Туманов. До второй встречи с Гюнтером и возвращением в Тусент. Страшно представить. 26 уровень. Моим самым сильным доспехом является отличный доспех грифона. Отвара главоглаза нет. Мутации нет. Даже ячейки еще не все открыты. А я бегу к бандитам из дополнения каменные сердца, которые выше меня по уровню и гораздо сильнее. Хааа. Вот тут я и закончу свои дни. На самом деле итог прост. При игре на высоком уровне сложности против сильных врагов нужно сопротивление 95% к их атакам плюс главоглаз. В иных случаях мы при подобном билде даже с увеличением хп будем способны выдержать 2-3 максимум 10 ударов. Но именно непробиваемого танка можно сделать только владея высокоуровневыми доспехами. Благо гроссмейстерские сеты доступны практически сразу после попадания в Тусент. А дальше дело за малым. Ближайший новый билд будет касаться полностью сета медведя. В нем мы более подробно остановимся на начальном билде под медведя и процессе его развития. А также посмотрим во что он может превратиться, если исходить не из удобства игры, а из заложенных в него бустов. А на этом все. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Героем этого видео стал Максим Васильев, а я продолжаю строить из себя психологу скажу, что Максим вроде как собака. Ведь на Ави у него собака. Да, хреновый из меня психолог, если честно. Зачем собаке смотреть билды по ведьмаку? Лапами-то неудобно играть. Ладно, шучу. Максим, огромное спасибо за помощь каналу. А собачка на Ави явно заложила несколько лайков, ребята. Ссылка на его профиль в описании. Спасибо. Ну а мы увидимся в следующем видео. А на этом пока. Всем пока-пока. Продолжение следует...